особого внимания предметов. Но здесь же есть и возможность, раз этот предмет не привлекает внимание особенно, то можно под его вид что-то замаскировать. Ну а что оружейники могут замаскировать? Оружие могут замаскировать. Видите? И вот, значит, мы видим вот такой, как бы, портсигар, внутри которого смонтирован трехствольный пистолет. Три ствола. Мало того, значит, вот спусковая кнопка, да, нажимаю, ну, я не заряжен, разбирать не будем. Значит, выстрел за выстрелом, вот я отвожу немножко, то есть предохранитель, как бы, вот так просто не нажать. Отводишь и нажимаешь. И после этого стреляет. Еще раз, следующий, еще раз, следующий, третий ствол. Значит, пистолет этот был разработан тульским конструктором Игорь Яковлевичем Стечкиным. Если мне память не изменяет в 60-е годы, или в 70-е годы, или даже... Именно это? Да, да, патроны здесь использовались уже бесшумные патроны использовались, то есть те, которые внутри имеют порох, пулю, но газ после выстрела наружу не выходит и нет хлопка. То есть пороховой газ разгонял поддон такой, как бы, пробка такая, а уже за пробкой находилась пуля. И вот за счет вот этого движения поршня внутри гильзы пуля выталкивалась, а газ оставался внутри, наружу не выходил. Выстрела не слышно было. То есть был слышен только щелчок механизмов. Щелк-щелк, ну и попадание пули, если она куда-то попадала. И это создавало возможность не очень компактного оружия. То есть не нужен был такой длинный глушитель, как мы в фильмах там видели, да, все эти пух-пух и куда-то это все надо девать. Все очень компактно. Вот на базе этого патрона был разработан вот такой вот необычный образец тайного стрелкового оружия. Но это, конечно, не для армии. Само собой, это нужно спецслужбам, там, там, агентам, шпионам. Нет, у нас не шпионам. У нас разведчики. Да, значит, нашим разведчикам, которые должны были бороться с врагами социалистического отечества. Вот мы как раз здесь его видим. Калибр 7,62, патрон бесшумный, конструкция из Течкина. Да, вот три ствола. То есть там механизм сводится и после каждого нажатия ударники переключаются на следующий новый еще не выстреленный ствол. А как он заряжался? Открыть надо было коробочку, да. Ну, вот тут я смотрю, что тут мы как бы с ногтями мы не открыли. Надо-надо. Да вот так вот просто. Не будем ломать? Сложно. Нет, сломать мы его не сломаем, но возня будет. Возня будет. Возня будет. Возня будет. Возня. Там внутри находится вот такая выфрезерованная как бы деталь с тремя стволами, сдвижной такой казерник и механизм такой достаточно несложный с движными планками, которые от каждого нажатия, соответственно, эти ударники производят поочередный спуск. А как далеко? Ну, вот хороший, кстати, вопрос. Следующий потомок этого патрона, который используется сейчас, SP-4 патрон, пистолету фишунному SPP, значит, он до 25 метров обладает прекрасной пробиваемостью, то есть он там и бронежилет такой легкий пробивает, и каску пробивает. Вот. Это предыдущая модель этого патрона, по-моему, SP-2, по-моему, здесь использовался, да? SP-2. Еще с тупоконечной пулькой корректива, по-моему, да. Или SP-2, или SP-3. Вот видите, спешка меня немножко подводит и память подвела. Да, значит, ну, я думаю, что метров до 25 она вполне все нормально била, но тут же нет прицеливания, тут же невозможно прицелиться. Это вещь для стрельбы в упор. Поэтому все, что было положено для того, чтобы поразить и убить, значит, вражеского, какого-то там, ненужного в советской стране человека, значит, было достаточно обеспечено этим патроном. Вполне можно было на это все рассчитывать. А дальше-то просто уже и не попасть. Ну, вот как-то так. До 5 метров он впал, не мог интуитивно, так сказать, прицеливаясь, поразить, чего нужно. А на 5 метров он укладывал всех в любой одежде. Ну, а бронежилет, это уже другой вопрос. Это же скрытое, уже тайное. Значит, оно предполагает, что мы будем его использовать против людей, которые не готовятся к обстрелу. Значит, и не носят бронежилетов. Ну, или какой-то примитивный. Ну, для этого, я думаю, он был приспособлен. Как он к нам попал? Коллекции нашего музея, они пополняются разными способами. И с полигонов нам оружие доставлялось в большом количестве. И из конструкторских бюро поступало. Ну, вот, в частности, это, насколько я помню, саджетки. Нет, это из войсковой части, скажем так. А, оттуда же, откуда и вот те вот вещи, которые вот еще... Это из войсковой части, которая находилась в подчинении специальных служб Советского Союза. Такие тоже были. На ком он отличился? Из известных личностей, кого он? Ну, а кто ж его знает? Знаете, я не могу. А вы не назвались. А, да. Чумак Руслан Николаевич, начальник отдела фондов музея, кандидат технических нам. Спасибо. Ну, и оружейник, да. Я еще и конструктор оружия, и профессиональный оружейник. Здравствуйте. Да, поэтому вот у меня мои историки, оружейники, мы, конечно, тоже поздравляем. Ну, а вот так, чтобы с точки зрения конструирования оружия, то мне приходилось этим заниматься. Спасибо, спасибо. Спасибо.